МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Перед просмотром выпуска новостей не забудьте подписаться на наш ютуб-канал. О событиях в Караганде и области расскажут наши корреспонденты. В студии Антон Александров. И вот главные темы выпуска. Где зарядить электрокар? В Казавтожоле сообщили, что в этом году по стране установят 40 новых электрозарядных станций. За открытое и слышащее государство депутатов карагандинского городского маслехата не устраивают ответы чиновников на обращение граждан. Солисты из трех стран мира выступят на сцене в Караганде. В театре мускомедии представят оперу Травиата. Где зарядить электрокар? Многие казахстанцы не покупают электромобили не только из-за высокой цены, но и из-за нехватки инфраструктуры для их подзарядки. В Казахтожоле сообщили, что в этом году по стране установят 40 новых электрозарядных станций. Поможет ли это в популяризации экологического транспорта? Это выясняла Людмила Батюшкина. Большинство электромобилей ездят сейчас в Алматы и Астане. В Караганде их встретишь нечасто, и далеко не каждый карагандинец готов его купить. Для меня мне не нужен электрокар. Российского угруга. Это должны быть дороги ровные, чтобы кататься на электрокаре. Наверное, пока нет. Почему? Ну, еще слишком не развита у нас в Казахстане инфраструктура и так далее. Машины, которые ездят на бензине, они загрязняют улицу. А машины, которые ездят на электричестве, они более удобные. Мне не нравятся электрические машины. Мне больше нравится звук двигателя, мотора, выхлопа. В Казахстане очень много степей. И если там машина разрядится, то больше никак не сможешь зарядить. Саян Ашимов купил такое авто меньше года назад. Считает, что электрокар проще. В нем в три раза меньше деталей, чем в машинах с двигателем внутреннего сгорания. То есть он реже ломается. А если есть возможность заряжать его дома, то обходится это в 8-10 раз дешевле. Общественных зарядок в Караганде год назад не было совсем. Сегодня их около 10. Единственный момент – это время при провождении на электрозарядках от 30 минут до часу для заполнения полного бака. И если бы эти зарядки находились рядом с парковыми зонами, рядом с кафе, было бы намного удобнее полчаса-час время проводить. А так как они находятся немного не в удобных местах, приходится полчаса в машине сидеть. КСК, вот эти ОСИ, по-моему, их называют, в паркумпер запрещают ставить электрозарядки. Государство поощряет граждан покупать электромобили из-за их экологичности. При их ввозе в страну все производители и импортеры освобождены от уплаты утилизационного сбора и первичной регистрации. По Казахстану планируют установить около 220 зарядных станций для электромобилей. Из них около 100 штук вдоль республиканских дорог. 40 из них в этом году. Правда, все они не в Карагандинской области. В Можилисе уже одобрен законопроект о популяризации электромобилей. У правительства на сегодняшний день утверждена дорожная карта по развитию электрозаправочных сетей. То есть не только по популяризации электромобилей, но и также по обеспечению, по развитию электрозаправочных станций. В рамках этой дорожной карты очень много различных мероприятий. Вот только многие специалисты считают, что электрокары не для Казахстана еще как минимум на 50 лет. Потому что для производства энергии у нас используют уголь. И в целом углеродный след при эксплуатации электромобилей еще больше, чем от бензиновых машин. Электромобиль для нас ухудшает электрологическую обстановку. И сейчас нам надо не убирать пошлины, как они сейчас, у них нет пошлины на ввоз электромобилей, а наоборот их поднимать, потому что мы на самом деле делаем хуже себе. Мало того, нам еще электроэнергии не хватит в ближайшем будущем. Как бы то ни было, число электромобилей в Казахстане за последний год выросло в 10 раз. А с приходом на наш рынок китайских производителей эта цифра будет расти в прогрессии. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал. За открытое и слышащее государство депутатов карагандинского городского маслехата не устраивают ответы чиновников на обращения. В Акимате города Караганды состоялось совместное заседание постоянных комиссий по обращениям граждан и депутатским запросам в исполнительные органы. Как все происходило, расскажет Ирина Вобещевич. 8 645 обращений от физических и юридических лиц поступило в местные исполнительные органы за истекший период 2024 года. Большую часть обращений составляют вопросы ЖКХ, благоустройства, земельных ресурсов, предоставления жилья, соцобеспечения, труда и занятости. При этом, согласно правовой статистике, ситуация хоть и кардинально изменилась за последние годы в лучшую сторону, но все же имеют место быть факты нарушения процедур. Так, еще в 2022 году было выявлено 275 обращений с нарушением срока. По итогам 2024 года ситуация в аборате Акима города кардинально поменялась. При этом ответственным лицам и первым руководителям различных уровней необходимо делать соответствующие выводы по недопущению подобных нарушений впредь. Отдельно остановились на депутатских запросах, на которые либо неполученные ответы, либо с одержкой сроков. Хорошо, мы подождем, но что нам делать и как отвечать нашим избирателям, которые нам отправляют свои обращения, мы на них реагируем. В рассматриваемый период входили также три последних месяца прошлого года. За три месяца 2023 года из 50 депутатских запросов рассмотрено с нарушением срока 21 депутатский запрос. Также рассмотрено с нарушением срока справки рабочей встречи и протокол рабочего совещания. И стоит отметить, что в результате проведенной работы из 80 принятых депутатских запросов рассмотрено с нарушением срока один депутатский запрос с марта, в результате которого наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора на руководителя отдела контрольной документационного обеспечения аппарата Акима Алихан Букихан. За нарушение сроков депутатских запросов к дисциплинарной ответственности привлечены ряд госслужащих. Меж тем чиновники пояснили, что даже вовремя не дав ответ, вопросы не остаются без рассмотрения. Да, я согласен. Есть моменты, мы с просрочкой ответ предоставляем, но тем не менее все вопросы, непосредственно которые поступают от физических лиц, от депутатов, мы стараемся отрабатывать. В Акимате района Казбекби и вовсе все претензии в свой адрес сняли, отчитавшись по каждому обращению. На сегодняшний день со всеми депутатами от района имени Казбекби я на связи, нет такого, чтобы я не отвечал, либо не реагировал. Постоянно 24 на 7 со всеми депутатами. Максимально проводим работу. Вот еще раз бы хотел обратить внимание, что со следующего года максимально это все будет у нас проходить через бюджет народного участия. В районе Алихан-Букихан на самом деле все озвученные запросы, они актуальны. Если по каждому рассматривать, в принципе на сегодня часть из них уже исполнены. Спасибо за рекомендации. Хотелось бы сказать, что собственно я вижу, где у нас идет по аппарату провал, мы над этим поработаем. Вопрос рассмотрения и обращения физических и юридических лиц, постановлений, решений Маслехата и депутатских запросов будет рассмотрен на очередной сессии городского Маслехата 26 июня. Ирина Вобещевич, Межанжи Мамуратов, Данил Заславский, 5 канал. Уже 17 июня запустят на Каргресс-1 в Тимиртау отремонтированный 9-й котел. Затем примутся за ремонт паропровода и вспомогательного оборудования на котле номер 11. Глава региона в ходе рабочей поездки в город Металургов проверил ход подготовки к зиме теплоисточников. Подробности в репортаже. От бесперебойной работы Каргресс-1 в Тимиртау зависит, будет ли тепло у жителей района Старый Город. Акимобласти при посещении станции проверил ход ремонтной кампании. Такие встречи проводятся регулярно для оперативного решения вопросов и своевременной подготовки энергоисточника к зимнему периоду. На этот отопительный сезон запланированы расширенный текущий ремонт котла номер 9, капитальный ремонт котла номер 10 и расширенный ремонт котла номер 11. Также капитальный ремонт, расширенный текущий ремонт котлоагрегата, трубогенератора номер 8. Штат укомплектован, подрядчики и персонал работают согласно плану, говорит директор Каргресс-1. По котлоагрегату номер 9 работы выполнены на 86%. Планируется его запуск 17 июня. Затем остановят котел номер 11 для замены паропровода и вспомогательного оборудования. В отопительный сезон энергоисточник войдет с двумя котлами. На последнем заседании правительства при подготовке к зимнему именно по вашей котельной был вопрос. Именно по вашей котельной премьер-министр паропровода не вопрос задал. Вы на особом контракте. Имейте ввиду, что вы понимали. Также сейчас ведут пополнение запасов топлива энергоисточника. Каргресс-1 снабжает тепловой энергией жителей старого города. Бесперебойная работа электростанции позволяет отапливать 86 домов. Долгожданное голубое топливо продолжают подводить к домам жителей Караганды. На сегодняшний день газораспределительные сети уже подвели к более чем 7 тысячам домов. А к концу года еще около 2,5 тысячи жителей юго-восточной части города смогут перейти на газ и отказаться от угольных печей. Ирина Вобещевич продолжит тему. Супруга захотела земельный участок. Она любит огород, копаться. Весной у нее вторая жизнь как будто родилась. Абекен Кашкенов в 2011 году переехал с женой в частный дом на юго-востоке из многоэтажки. А вместе с ним поселились дети и шестеро внуков. Все хорошо в доме. Но вот изматывала печка. Уже летом надо думать о закупе угля. С осени начинать топить и носить тяжелые ведра с углем и золой. А в этом году погода такая, что топить приходилось и в майские дни. Новость о том, что на их улице начали тянуть газ, очень воодушевила. На улице сейчас работа кипит. Методом горизонтального бурения подрядчики прокладывают трубы. По которым в скором времени обещают запустить голубое топливо. Такие же трубы тянут на улицах Самал, Штурманская, Курмангазы, Бензинная, Бауржанова, Мушулы и ряде других улиц Юго-Востока. В этом году мы исполним проект по пятому пусковому. И это будут около двух с половиной тысяч человек, которым мы подведем газификацию до их двора. Дальше дело останется за установкой газовых котлов и протягиванием коммуникации непосредственно в дом. Работу осуществляют 60 зарегистрированных компаний. В среднем услуга обойдется от 800 тысяч до миллиона тенге. В Караганде для тех, кто не в состоянии сразу заплатить, действует программа беспроцентного кредита, предоставляемого через центр модернизации. Люди обращаются к нам, предоставляют определенный пакет документов и мы предоставляем рассрочку на пять лет. Сумма, затраченная на газификацию, будет делиться равными частями. Таким образом, через центр модернизации газифицировано около 370 домов. В планах еще 422. Но это не вся поддержка от государства для уязвимых слоев населения, а именно для пенсионеров, людей с инвалидностью, воспитывающих детей с инвалидностью и ряду других категорий. Им и вовсе погасят часть затрат на газификацию. Могут претендовать на получение единовременной материальной помощи, которая оказывается в размере 100 расчетных месячных показателей. На сегодня это сумма 369 тысяч 200. Данный вид помощи оказывается в течение года после заключения договора на установку газового оборудования. На сегодняшний день районы частных секторов города уже пронизаны километрами газораспределительных труб. Голубое топливо ждут секторы Кирзавод, микрорайоны Таугули-Кунгей. В 2026 году будут начаты работы по проектированию газификации района Пришахтинск и района ЖБИ. Вся работа продлится до 2030 года. Ирина Вобещевич, Зулхарнаис, Махаев, Николай Шевелев, 5 канал. Молодежный экологический квест состоялся в поселке Батакарабу Харжараусского района. Так жители Карагандинской области поддержали республиканскую экологическую акцию «Таза Казахстан». В городах и районах сейчас проходят не только субботники, чистые четверги, но и другие мероприятия, направленные на формирование экологической культуры бережного отношения к родной земле. Подробности в репортаже. Это еще и шанс проявить себя, пообщаться со сверстниками, найти новых друзей и поучаствовать в различных мероприятиях. Жители Карагандинской области активно поддержали республиканскую экологическую акцию «Таза Казахстан». Во всех городах и районах проходят не только субботники, чистые четверги, но и разного рода мероприятия, направленные на формирование экологической культуры бережного отношения к родной земле. В поселке Батакара Бухаржараусского района состоялся молодежный экологический квест. Его цель – привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей среды, развития эковолонтерства. Вы бойцы молодежного трудового отряда «Жасуель» и села Петровка. Наша команда называется «Крутоголики с приколом». Время – 9 утра. Боец молодежного трудового отряда пришел получать определенный объем работы на день. На уборку центрального парка также приехала молодежь доски и Петровки. Участникам квеста устроили соревнования в игровой форме. В Бухаржараусском районе в акции «Таза Казахстан» уже приняли участие 230 коллективов – около 5000 человек. Было задействовано 130 единиц спецтехники. Вывезено 10,5 тысяч тонн отходов. Ликвидированы 44 несанкционированные свалки. За неделю «Молдер Булак» очищено более 30 родников. Участники не только с пользой провели время, они научились правильной сортировке бытовых отходов, самых активных наградили призами. Цель стоит такая, чтобы обучить молодежь к экологическим аспектам, привить молодежи как-то патриотический смысл. У нас сегодня шесть заданий. У нас будет переработка мусора, создание плакатов на схему защиты. У нас будут экологические викторины. Также, чтобы им было не только поучительно, но и весело, мы им придумали и другие задания. В целях привития у подрастающего поколения бережного отношения к природе, учителя с детьми и их родителями специально изготовили скворечники. Также активно продолжается озеленение населенных пунктов. В Бухаржировском районе этой весной высадили свыше 5300 деревьев. К примеру, в селе Каракудук местные предприниматели не остались в стороне от улучшения природы родного края. И в рамках акции посадили 400 саженцев, пирамидальных и серебристых тополей, красной рябины. Это пример социальной ответственности и патриотизма. Экологические акции будут продолжены, и география расширяется. Должен быть охвачен каждый уголок области. Задача – совместно сделать города и села чище и комфортнее. Сегодня в стенах управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды прошел брифинг, посвященный вопросам, связанными с пожароопасным периодом и купальным сезоном. Там побывала наша съемочная группа. На брифинге, связанном с пожароопасным периодом и купальным сезоном, обсуждались меры предосторожности и действия, направленные на предотвращение и борьбу с пожарами, а также обеспечение безопасности на водоемах во время купального сезона. По безопасности на воде, да, всем известно, в городе Караганда имеются 7 отмеченных мест, где нам, где разрешено купаться, а также имеются 22 водоема, где запрещено купание гражданам. В вышеперечисленных 7 местах, где у нас имеется возможность купания, у нас оборудованная зона отдыха, собственно говоря, и имеется постоянное дежурство спасательного отряда департамента Паческа-Раганинской области. По купанию запрещенным местам хотелось бы напомнить гражданам и гостям нашего города о том, что в случае выявления и установления фактов, что граждане купаются в необорудованном и запрещенном месте, у нас предусматривается административный протокол в виде предупреждения по статье 364. Сотрудники ЧИЭС подробно рассказали о готовности своих подразделений к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации. Они подчеркнули важность своевременного выявления и тушения очагов возгорания, а также обратили внимание на роль современных технологий и оборудований в борьбе с пожарами. Также было отмечено проведение регулярных тренировок и учений для повышения готовности персонала. Ежегодно в весенний и летний период значительно увеличивается количество пожаров. И основным причинам пожара это неосторожное обращение населения с огнем. Это разведение костров, курение и непотушенные спички и окурки. Чтобы обезопасить себя, своих родственников, просим соблюдать простые правила. Это не разжигать костры в лесостепных массивах, вблизи деревянных строений нельзя разжигать костры. Проводить разъяснительную работу с детьми несовершеннолетними, чтобы категорически не играли с спичками. Также просим населения, выходя из дома, выключать все электроприборы, газовые приборы, телевизоры, модемы, которые приводят к возникновению пожара. Представители полиции обсудили меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового отдыха людей, таких как пляжи и зоны отдыха у водоемов. Было уделено внимание необходимости контроля за соблюдением правил поведения на воде, профилактике случаев утопления и обеспечению оперативного реагирования на любые инциденты. Начался сезон купальный, в связи с этим хочу предупредить родителей, особенно, начался у нас каникулярный период. В связи с этим взять на особый контроль, это несовершеннолетних особенно, потому что когда без присмотра оставляют несовершеннолетних, последствия муж тяжкие. Поэтому просьба такая, без родителей и старших в водоемах не допускать несовершеннолетних. В завершении брифинга участники подчеркнули важность взаимодействия и обмена информацией для обеспечения безопасности населения в пожароопасный период и во время купального сезона. Асия Жандосова, Зулхарнай Исмахаев, Николай Шевелев, Пятый канал. 475 фактов интернет-мошенничества и 74 наркопреступлений. В Караганде прошел рейд, направленный на профилактику противоправных действий. Подробности далее. Наркотики и интернет-мошенники – все это наболевшие проблемы современного общества. Сотрудники департамента полиции совместно с автобусным парком номер 3 организовали автопробег. Автобусы обклеили информационными баннерами по профилактике интернет-мошенничества и по предотвращению наркопреступлений. Волонтеры на каждой остановке раздавали гражданам буклеты и листовки, где рассказывалось, как не стать жертвами интернет-преступников и об опасности наркотиков. На сегодня, как вы видите, одно из мероприятий, которое мы проводим в городе Караганде, это с привлечением волонтеров городского штаба, молодежного ресурсного центра, волонтеров города, именно дополнительно разъяснять населению о важности профилактических именно мероприятий против наркомании, против интернет-мошенничества. К сожалению, факты налицо. Есть, конечно, в части роста, есть в части снижения, но разъяснительная работа – это основное направление, которым занимаются местные исполнительные органы. Помимо рейдов на постоянной основе, во всех кинотеатрах города перед каждым сеансом, а также на уличных LED-экранах транслируются видеоролики по предупреждению населения о методах и способах интернет-мошенничества, а также о рисках употребления наркотиков. Близится дата, 26 июня, день борьбы, международный день борьбы против наркомании в городе Караганде. Будет продолжаться работа. Буквально на этой неделе мы проведем на центральном стадионе «Шахтер» общий такой большой молодежный флешмоб именно на данную тему. Кроме того, в городе Караганде уже на сегодня проведены более 50 спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Максим Трезуб, Николай Шевелев, Пятый канал. Солисты из трех стран мира выступят на сцене в Караганде. В этот раз театр музыкальной комедии решил по-новому преподнести оперу Джузеппе Верди «Травиата». Так дирижера пригласили из Италии, а солистов из Венгрии и Казахстана. Что приготовили карагандинскому зрителю, уже увидела наша съемочная группа. Небольшая оркестровая прелюдия воссоздает печальный облик умирающей героини, хотя здесь широко еще используется и светлая мелодия любви. В качестве дирижера в этот раз пригласили Альфредо Сарикетти. За свою карьеру он руководил более чем 50 оркестрами в таких престижных концертных залах, как Венский золотой зал «Мюзик Фрайн», «Зальбургский Моцартеум», «Академия листа в Будапеште» и не только. Теперь маэстро познакомился с труппой Карагандинского театра музыкальной комедии. Мне очень приятно работать с таким дружным коллективом. Я активно делюсь своим мастерством по всему миру. Посетил более 20 стран Европы, Америки и Азии, и теперь я в Караганде. Мы активно репетируем и постараемся покорить карагандинского зрителя виртуозным исполнением этого классического произведения. Партию Виолетты доверили в этот раз исполнять приглашенной солистке из Венгрии. Нора Татай – известная в музыкальном оперном сообществе певица, обладающая высоким певческим голосом и защитившей докторскую диссертацию. Кстати, шахтерская столица для нее практически родной город, потому как замужем за карагандинцем. Я очень рада представить, что это было в этом театре. Я очень рада представить перед карагандинским зрителем. Исполняемая сегодня роль очень сложная. У героини сложный образ, который требует детального анализа. Это ответственно. Тем более я очень люблю этот город, и у меня с ним связаны очень хорошие воспоминания. «Травиата» – это одна из первых в мировой оперной литературе лирико-психологических произведений. Здесь скрыта большая жизненная история. Есть и конфликт, и трагедия данного спектакля. В постановке богато использованы ритмы, мелодии, бытовой музыки и главным образом вальса. Я исполняю партию Жоржа Жермона. Он является отцом Альфреда. Что хотел бы сказать о партии? Партия для меня очень близка, так как я сам являюсь отцом. В роли Альфреда в этот раз предстанет ведущий солист Казахского национального театра оперы-балета имени Абая. В его багаже большое количество подобных выступлений. Лирический тенор теперь порадует и карагандинского зрителя. Я на эту роль долго готовился. Это роль для моего голоса, как сказать, удобно, близко. Впервые травиату на сцене поставили более 170 лет назад в Венеции. Сюжет заимствован из драмы Александра Дюмасына «Дама с камелиями». Увидеть постановку своими глазами в Караганде можно будет уже 14 июня на сцене Дворца культуры горняков. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. На этом наш информационный выпуск завершен. Смотрите новости на пятом канале каждый будний день в 20 и в 22 часа. Следите за событиями в регионе посредством наших социальных сетей. Не забывайте подписываться на наши аккаунты. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин